Всем привет! Меня зовут Иван, я руководитель GeaNoTactics и сегодня у нас будет обзор на демисезонную боевую рубашку Blizzard. Поехали! При разработке рубашки Blizzard мы исходили из той общей идеи, благодаря которой появились обычные боевые рубашки, которые мы используем в жаркое время года и которых в ассортименте GeaNoTactics на текущий момент есть 4 изделия различного назначения. Когда мы ее разрабатывали, мы исходили из того, что в плохую погоду должны быть максимально закрыты руки, максимально закрыты плечи, чтобы они не мукли, если человек падает в грязь, чтобы они не пробувались, когда дует ветер, в то же самое время, чтобы тело имело возможность дышать. Поскольку в современных условиях массово применяются средства индивидуальной бронезащиты, и какой-то там сильно большой, сильно значительный слой непродуваемой, непромокаемой ткани на груди, на спине, он в общем-то как бы и не нужен. Поэтому мы при разработке Blizzard использовали два материала, то есть на торс у нас идет флис 300 грамм на метр, на рукава у нас идет мембранный софтшелл, софтшельная часть выполнена из расцветки EMR1, да, русская цифра, флисовая часть из оливы. Торс, он выполнен комбинированным, да, то есть верхняя часть торса, она выполнена из флиса, потом идет перемычка из софтшелла и нижняя часть тоже идет из флиса. Соответственно, аналогичным образом выполнено это дело и на спине, да, то есть вверх идет софтшелл, потом флис, потом софтшелл, потом опять флис. Каждый участник различного рода мероприятий использует разного рода средства бронезащиты, да, так как кто-то использует плитники, кто-то использует бронезащиту там полного профиля, там, либо плитники там с наплечниками, с напашниками и так далее. Эта часть, она находится непосредственно под плитником, да, флис, он позволяет, в общем-то, организму спокойно дышать, но далеко не все, используя верхнюю бронезащиту, да, далеко не все используют поясную часть, да, то есть далеко не все используют там различные передние фартуки, далеко не все используют камербенды, например, да, на плитниках, не все используют боевые пояса в том случае, если боевой пояс не используется, есть риск того, что в общем-то ваши почки ваш живот, он может быть переохлажден при негативных погодных условиях именно для этого мы сделали в данном месте слой софтшела то есть при активностях у вас вот это место у нас находятся почки, оно всегда закрыто оно всегда в тепле, если у вас нет боевого пояса, соответственно вам тепло если у вас есть боевой пояс, у вас спина все время закрыта, все время защищена и вместе с тем у вас достаточно большая площадь для влагоотведения, потоотведения и так далее софтшел у нас с мембраной то есть вы можете совершенно спокойно ложиться этими рукавами в грязь верх у вас может там спокойно совершенно мокнуть все равно у вас вот здесь вот там все более-менее закрыто броней, вот и соответственно там негативные погодные условия вам особо не важны на рукавах у нас 6 идиот клапанов то есть поскольку торс у нас спокойно в принципе вентилируется то есть там никаких проблем нет и мы на торс не стали делать никакие дополнительные утяжки, регулировки, вентиляции и так далее ну потому что это лишнее в случае какого-то так сказать острой необходимости что-то повентилировать вам под броней в любом случае неудобно будет ковыряться там под подсумками и так далее вот мы все вывели на руки потому что руки софтшельные и именно руки по большому счету здесь нужно вентилировать прежде всего на рукавах на предплечье у нас есть карман на молнии вот внутри карман сделан из трикотажной ткани то есть при необходимости вы можете использовать его как карман вы можете его использовать как отдельный вентиляционный клапан для этой зоны руки на плече на плече карман, карман плоский как любят многие наши дорогие коллеги у нас спрашивают здесь у нас плоский карман вот он не торчит здесь карман также сделан из трикотажного материала то есть при необходимости вы открыли да и в общем то вентиляция уже вот этой области рукава она вполне обеспечивается то же самое на задней части то есть у нас за этот год было несколько опытных моделей на которых мы отрабатывали по сути вопросы вентиляции на каком узле, на какой точке тела, нужно поставить молнию чтобы там все замечательно выдувало одна из таких, точек которая вполне эффективно оборотит тепло именно из подмышечной области это вот эта зона здесь можно ее спокойно расстегнуть вы ее спокойно расстегнули спокойно застегнули это не какие то штуки, где вы под рукой что то там дергаете здесь все просто, и здесь оно не мешает То есть даже если вы ее открыли, она идет, вентилируется здесь, спокойно выдувается, вы ее никак не зацепите, если не сильно будете стараться, грубо говоря. Что в рубашке еще интересно? В рубашке мы сразу усилили локти плотной ткани, вот, то есть сразу на весь налокотник, грубо говоря, идет усиление. То есть можно совершенно спокойно ползать, можно совершенно спокойно таскаться вот этими самыми местами по броне, по каким-то препятствиям. Она усилена, это место, она не порвется, никуда не денется. Рубашка сразу в комплекте идет с мягкими налокотниками. Почему они нужны, в том числе на демисезонной рубашке, потому что здесь, может быть, даже роль играет не столько грунт тяжелый, сколько грунт мокрый. То есть вы легли на мокрый, на холодный грунт, и если у вас есть изоляция локтей, это гораздо больший бонус, чем если бы у вас ее не было. Воротник идет достаточно высокий для того, чтобы закрывать необходимую зону шеи. То есть, грубо говоря, по гланду у вас здесь аккуратно все закрыто. То есть мы здесь сознательно не стали делать большой широкий воротник, как на парках, как на больших куртках. То есть все-таки боевая рубашка, она предназначена для чего? Для активных действий, для активных действий в достаточно прохладное время года. Поэтому основная, грубо говоря, зона шеи, она закрыта. Если нужно закрыть дополнительно горло, без проблем сюда одевается тонкая флисовая маска, она может одеваться под воротник. Если оно совсем холодно, вдруг похолодало, вы можете сверху одеть большой толстый наш шарфтрубу. Опять же, он здесь сядет аккуратно и будет аккуратно закрывать шею. То же самое, если погода стала чуть теплее, вы это дело спокойно все сняли, вам не нужно никакие дополнительные регулировки открывать на шее, что-то как-то вентилировать дополнительно и так далее. То есть у вас уже минимум шеи закрыт, остальное у вас уже так, как надо. Длина рубашки до верхней трети бедра, то есть достаточно длина для того, чтобы она из штанов не выправлялась. Особенно, если вы используете нормальные боевые штаны с высокой талией. То есть в этом случае у вас вот эта часть рубашки у вас оказывается внутри боевых штанов. То есть тут, грубо говоря, все прикрыто, все тепленько и боевая рубашка никуда у вас отсюда уже не вылезет. Сейчас мы вам покажем, как боевая рубашка смотрится с шарфом, с шапкой и с плитником. Вот вид, соответственно, боевой рубашки вместе с плитником, вместе с шапкой и шарфом. Все предельно понятно, для чего нам здесь нужна соцшельная часть. То есть перед закрыт, здесь закрыт флис, здесь, соответственно, флис закрыт плитой, здесь бок, где нет никакого там ни камербенда, ни пояса боевого, здесь бок закрыт вот этой самой соцшельной частью. То же самое у нас, соответственно, на спине. То есть здесь флис закрыт плитой, здесь у нас, пожалуйста, идет, соответственно, соцшельная часть. На воротник аккуратно одет шарф, вот при необходимости его там можно легко снять, можно легко одеть. То есть он там никуда не заправлен, он там ни за что не цепляется и так далее. В том случае, когда владелец рубашки ее благополучно заправил в нормальные тактические штаны, там с высокой талией, он выглядит вот примерно таким образом. То есть здесь у него идут, соответственно, штаны, вот он пошел в слой соцшела. Здесь у нас получается огромная зона с флисом, отводит от тела тепло, влагу избыточную и так далее. Сбоку, соответственно, картина такая же, и со спины. То есть вот наши штаны, это наши брюки Raptor, то есть вот у них высокая талия, и плюс здесь еще у них идет соцшел. То есть если вы пользуетесь брюками какого-то там другого производителя, да, у которого там талия не такая высокая, да, а то и вовсе обычная джинсовая талия, то тем более этот самый соцшел, который расположен у нас в этом месте, он будет у нас, в общем-то, как бы не заменен. Мы сегодня с вами посмотрели на нашу новую боевую рубашку, демсезонную боевую рубашку Blizzard. Она у нас идет в расцветке Aliva, в расцветке Atax, FG, он же MOH, и в расцветке Русская цифра. Боевая рубашка Blizzard доступна для заказа на нашем сайте. Спасибо всем, кто нас смотрел. Счастливо! Счастливо!